Друзья, я остановился передышать. Привет, кстати, привет. Давайте я сейчас представлю, что объектив телефона ваши глаза. Буду учиться смотреть глаза. Вы, наверное, часто, может быть, обижаетесь на меня, может быть, осуждаете как-то. То, что у меня... Может, злитесь на вас, это выбеживает, и я в том числе. Я буквально до этого всякую херсть, скажем так, снимал ерунду, да? Извиняюсь за слово английский, да, или немецкий. Кому как удобнее. И не знал даже, когда у меня каналы в YouTube, около года уже, я не знал, о чем снимать, сломался, ломал голову, что снимать, о чем снимать, друзья. Знаете, такой YouTube-канал есть, «Дорога к фильму», да? Наверное, у меня тоже в какой-то степени фильм, фильмы, вернее. Ну, дорога, не знаю, долгая будет у меня к известности или нет, чтобы мои фильмы все посмотрели. Но, думаю, что она будет сложная, долгая, ну и с препятствиями, наверное. Вот этот ужас, этот трэш, это действительно шок-контент, трэш-контент, как многие любят выражаться, да? Друзья, мы с вами как потребители, люди, они как потребители. Потребляют, гадят и ничего не делают, ничего не дают взамен. Только берем, 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 берем. Небо на меня ругается, что я такие темы тут завожу. Ну ладно, друзья. Вот катушка, такая вот, друзья. Картушка, прудик, видите, да? Люди вступаются, загорают, детишек много. Не надо, вас тут надзор будет и заебет. Не надо нихуя. Не выпалывай никуда. Почему? Потому что гонять бы туда и чудо, что нифига, чтобы одозревать бы. Только у вас тут может и суть, и что это же? Не надо ничего. Друзья, поджигатель змея никакой. Хотя когда-то я этим любил заниматься в детстве. Друзья, вот такая вот рыба, маленькая, малюченькая, похожа на селедку. Удачи! Вам тоже удачи. Хвоста не чешуика, говорят. А? Не хвоста, не чешуика. Для наших зрителей перевести это как? Это полгода такая. Удачи не надо говорить в рыболовке. Вот такие вот сигареты. Смешнее. Название, вернее, смешнее. Знаете, вот. Ё-моё. Поэтому, ё-моё, друзья, в моей жизни сейчас творится полное. Ё-моё. Надеюсь, в вашей жизни ё-моё не творится. Ставьте вот такой вот жирный лайк на этот видеоролик. Знаете, что мне было лень собираться. Но я собрался и пошёл специально для вас. Ну и для себя тоже любимого. Отдохнуть. Вот так вот. Поэтому не забывайте ставить лайк жирный. Подписываться и также ставить комментарии. Друзья, я остановился передышать. Привет, кстати, привет. Я забыл с вами поздороваться. Поскольку на улице очень жарко. Почти 40 градусов жары. Где-то 36. Тепла. Жары. Я уже не могу с меня. Под ручьём, рекой. Друзья, я собрался опять на рыбалку. В тот раз мы с вами ничего не поймали. На блесну мы на удочку ловили. А вот спросите. Почему мы не на спиннинг? Ну, спиннинг для меня в том году был дороговат. Я не стал его покупать. А в этом году я не стал, друзья, заморачиваться. Оставил всё как есть. Оставил полуудочку. У меня такая полуспиннинг. Я могу вам показать. Вот такая вот, видите, да? В этот раз я снял блесну. Одел обычный крючок. Она разбирается. Видно всем. Такая вот средняя длина. Средняя длина. Вот катушка. Такая вот, друзья, катушка. Фух, не могу. У меня супа-холодильник с собой вот такая. Здесь у меня холодненький лимонадик. Такой вот лимонадик. Лимонад. Думаю, всем видно. Камера достала нормально. Не хочется фокусироваться. Вот видите, напиток безалкогольный. Самое главное, друзья, он безалкогольный. Так как алкогольное сейчас пить, это безумие будет, поскольку жарко. И просто я, например, упаду. Усну где-нибудь в канаве. Я бы этого не хотел, думаю, его тоже. Потом я взял такие вот. Вот моя сумка. Здесь у меня крючки. Сейчас вам покажу. Всякая приблуда, туалетная бумага. Не подумайте, это я в туалет. Я уже так сходил на ворожку. А это у меня просто, чтобы... Ой, друзья, я на корточке сел. Вот так сижу на корточке. И вам показываю. Короче, друзья, здесь у меня ножницы. Потверок запасной. Вот он. Кусачки. Пассатижи верни. Ну, если кусачки, то тоже не буду доставать. Аккумулятор, пауэрбанк, чтобы с телефона меня сядет. Я могу зарядить. Чтобы запись не прорвалась, друзья. Потом. Вот такой вот хлеб. Хлеб. Как я покажу вам. Хлеб украинский. Нарезной. Очень вкусный. Мягкий. Я москлера этого не видел. И... Такие вот котлетки. Аккумулятор. Швашкарек. По-домашнему. Из мяса говядины. Как там написано? Отборная говядина. Думаю, на костре будет самое оно. Так, давайте я это уберу. Так, еще, друзья. Такой вот. Птицерленный рюкзак. Под свет мальчатонок. Здесь у меня такая вот сетка для жарки. Решетка, вернее. Ну и там постовка. Бидончик для рыбы. Ну и просто воды набрать костер и затушить. Поэтому я вам все показывать не буду. Видите, да? Деревья все подсохли. Например, сухое дерево от жары. Поэтому друзья, давайте выдвигаться быстрее в тенек. Потому что с меня уже течет то ли пот, то ли жир. Непонятно. Хотя вроде бы я не толстый, но что-то с меня, друзья, течет со всего. Вся одежда уже мокрая. Вы не подумайте. Я не наделал штаны я по спине, по лбу. Везде течет пот. Друзья, я отошел в тенек. Не могу я на жаре уже находиться. Не проблюсь. Надо передохнуть. Продородимый с вами прошли уже. Осталось совсем недолго. Кстати, у меня не штаны, а шорты. Извиняюсь. Такие вот, видите, да? Военные камуфляжные шорты. Такой вот рюкзак. Почти не отличается по цвету. Ну и маечка такая. Видите, вот тут девушка с татуировкой на руке с рукавчиком, как у меня. Не знаю, видно, нет. Вам всем такая же, как я, с рукавом. Классненькая блондиночка. Фирма Друзья Салин. Кто в теме, тот меня поймет, что это за фирма, что это за майка. Вообще, что это за марка одежды. У меня много. Это для одежды. Марки, вернее. Давайте я упаду. Кстати, друзья, такая вот беда произошла. Я забыл. Забыл шнур. Короче, я что-то меня бес попутал. Я взял розетку, ну как это, штекер, короче. А провод не взял. Надо было наоборот, чтобы к пауэрбанку подсоединить телефон. Поэтому будем экономить заряд. Пахнет за виробоем, друзья. Такое запах. Сзади некое дерево. Вернее, куст. Травой пахнет вообще жесть. Настолько приятно. Почему жесть? Не жесть, а кайф. Вот, друзья, кайф. Поэтому ставьте вот такой вот жирный лайк на этот видеоролик. Знаете, что мне было лень собираться, но я собрался и пошел специально для вас, ну и для себя тоже любимого, отдохнуть. Вот так вот. Поэтому не забывайте ставить лайк жирный, подписываться и также ставить комментарии на мои видосчики. Давайте попьем и пойдем дальше. Вот такой вот лимонад холодненький. Ну, не ледяной, конечно, уже, но... Так вам показать. Лимонад. Лимонадия, видите, да? Симвина. Так что, друзья, сегодня у нас с вами будет лимонадия. Но мне настолько жарко, что я хочу просто попить. воду воду надо экономить. Я немного взял, чтобы не тащить. Сумки так тяжелые, поэтому сядем где-нибудь в тенечек, будем ловить рыбу и экономить заряд телефона. Потому что, мне кажется, не жаркий, он очень сядет. Я боюсь, что я при вас с эти котлетами не пожарю. Я просто не пожарю, но без вас. Поэтому давайте экономить заряд, друзья. Ну и если что-то поймаю, я вам тоже покажу. Хотя на той рыбалке вообще ничего не поймал. Даже как-то стыдно мне еще ролик не выкладывал. Наверное, уже там то ли звезда, то ли НОО, что-то, короче, такое интересное заснял. Вы посмотрите и поставите одну комментарий. Про лайк больше не буду поговорить. Уже очень много в кадр сказал про лайки. Поэтому не забывайте ставить лайки вам, друзья. Пойдемте потихоньку. Забыл показать вам друзьяшки. Ну и я короче бросаю курить. Думаю, на отъезду в Москву, по прибытию в Москву, вернее, я брошу вообще вот такие вот сигареты. Смешнее, название вернее, смешное. Йо-моё. Поэтому, Йо-моё, друзья, в моей жизни сейчас творится полное Йо-моё. Надеюсь, в вашей жизни Йо-моё не творится. Вот. Я ни в коем случае не пропагандирую вредные привычки курения или там алкогольные, употребление алкоголя. Если в других моих видеороликах могли наблюдать, что я со спиртным, это ни в коем случае не пропаганда, друзья. Я ничего не пропагандирую в своих видеороликах. Никого, ни к чему не призываю, заметьте. Это просто часть моей жизни. Какие-то вещи, которые были при мне. И вот в данный момент, как эта пачка сигарет, довольно-таки прикольно называется. Йо-моё. Вот, в принципе, в моей жизни все происходит. Йо-моё. Вот и сигареты тоже, наверное, как-то мне повезло их встретить и купить, поскольку они недорогие, всего 70 рублей, стоит. Поэтому я ни в коем случае вас не призываю к вредным привычкам, к пагубным, вернее. Поэтому давайте вместе бросать курить. Думаю, я брошу. Мне еще осталось меньше недели, и я выезжаю в Москву. И думаю, по прибытию я уже буду некурящим человеком. Я обязательно, друзья, сниму видео, как я себя ощущаю, мои ощущения, как некурящего человека. ну а вам крайне не советую курить, закуривать, если вы не курите. Также, если вы балуетесь алкоголем или плотно на нем сидите, поменьше в своей жизни этого дерьма, друзья, чтобы с вами дерьмо поменьше происходило. Друзья, друзья, мы с вами почти пришли, и тогда какая у меня одышка. Смотрите, сколько мы с вами уже протопали, и сюда, там, железная дорога, мы ее переходили. Я в предыдущем видеоролике снимал, показывал нам, что там здесь путя, потом будет поезд, поезда вернее. Ну вот, еще немного, и мы на месте. Давайте свернем. Вы слышите, музыка играет, здесь люди купаются, отдыхают. Наверное, вы краем уха слышали лиск детишек. Такая музыка здесь ретро, ничего современного. Что меня радует, дискотека, друзья, дискотека, наверное, восьмидесятых, девяностых, даже на восьмидесятые, семидесятые. Музыка детства. Я восемьдесят второго года рождения, но очень люблю такую музыку. У меня еще батюш слушал, Михаила Боярского, Алла Пугачева, Триуманти, потом дисснеры. До бесконечности, друзья, можно перечислять. Очень раньше много было талантливых музыкантов, групп, друзья. Вот такое озеро. Я вас немножко, видите, обманул. Нам надо было не сюда идти, а немножко в другую сторону, но мы с вами должны с вами были туда пойти, а мы пошли туда, не туда свернули. думаю, это не беда. Такое вот, еще солнце светит очень ярко, и я не вижу наполовину, что я снимаю, но думаю, материал будет хороший. Надеюсь, по крайней мере. Такое вот, друзья, такое озеро. Вон, видите, люди на катамаранах, на надумных лодках, вот это пляж, а здесь все купаются, загорают, видите, поезд едет, шумит, дальше я не пойду, потому что иначе я просто там останусь и все, буду купаться и забью на рыбу, друзья. Мне бы для вас хотелось поснимать сегодня рыбалку и как мы с вами будем жарить котлеты, если мне хватит зарядки телефона. Пойдем наверное присядем, передохнем, потому что я конкретно уже запыхался, жарко, надо попить, перевести дыхание, попить холодненького лимонаду, лимонадию нашу и дыхание перевести, потому что у меня уже тяжелое, я весь мокрый, во мне то ли вода, то ли жир, не пойму, что-то стекает. Друзья, купаться я не пошел, потому что я уже вам говорил, я бы наверное оттуда никуда не двинулся, дальше ступался, прилег бы наверное где-нибудь клинке, а нам надо сегодня с вами еще поснимать что-нибудь интересненького. И вот хотя я пришел здесь такой вот срачный друзья, все очень плохо, запущено, видите, какая вокруг меня красота, природа, да, можно сказать, не дикая, но не городская, да, и вот такой вот такой вот срачный друзья, посмотрите, такая вот помойка, да, вот этот ужас, этот трэш, контент, трэш-контент, как многие любят выражаться, да, вот это действительно такой контент наверное у меня сегодня получился, вот вот бревно, здесь люди отдыхают и сруют, видите, да, отдыхают и сруют, отдыхают и срут, как они срут, смотрите, какая жесть, друзья, смотрите, какой ужас, неужели, друзья, неужели вам приятно возвращаться снова и снова в такую вот даже у меня слов нет, слушайте, даже как-то слова сложные подобать, куда возвращаться, наверное, даже смини, они чище, чем мы с вами, да, и вот так вот не гадят у себя в загоне, да, так как мы на свободе, можно сказать, да, свободные люди, мы будем отдыхать с вами, жарить мясо, да, шашлык, ловить рыбу, купаться, да, ведь природа нас ни в чем, она нам не отказывает в своих дарах, да, вот, и, а мы ее губим, да, в благодарность, да, друзья, мы ее губим, посмотрите, вот, семечки, кто-то, давайте повторим дубль, отдыхают и срут, отдыхают и срут, отдыхают и срут, да, друзья, даже вот смотрю, пачка парламента, да, он курит такие дорогие сигареты, да, и сюда парламент, пачка парламента не может, за собой убрать, там же сверху целопан, который, по-моему, такой бутылки пластиковые, тысячу лет разлагается, хотел сказать, перегнивает, перегнивает, наверное, навоз, а пластиковые столетиями разлагаются, и эти вилки, ножи, пластиковые, салфетки, вот эти вот новые салфетки, да, вот эти, друзья, они же резиновые, такие, раньше, что вот, ссср, там, были, они, у нас, просто, сейчас оставили, да, салфетки обычные, а именно, они такие тянутся, с ароматами всякими, да, они же, блин, не пьют, я не знаю, сколько, помню, в огороде, что-то копал, что-то я сажал, и вот салфетка попалась вместе с земной, то есть, я, короче, сначала закопал, а потом выкапывал, лет через пять, и, соответственно, как новые друзья, то есть, зачем вот так вот доделать, я не понимаю, друзья, давайте, наверное, присядем, попью опять водички, что-то сегодня такая жара, вы не поверите, как передача, ты не поверишь, также вы мне не поверите, какая сегодня жара, открою-ка я нашего, лимонадика, лимонадию нашу, и попью, очень, друзья, очень хочу пить, пышу терапик, как находит газы, осталось полбутылки, друзья, нам с вами еще здесь быть весь день, до вечера, мне надо было еще взять, но что-то я не стал, думал, будет тяжело тащить, тащить, а сейчас, видите, даже заикаться стал, жалею, лучше бы я тащил, чем от жажды, потом загибался, но как-то надо растягивать, наверное, тогда воду, будем ее стараться, друзья, как-то растягивать, а пробку, пробку я подобрал, я не мусорю, я бы с радостью весь мусор убрал, здесь его столько, что просто мне нереально воду нести до ближайшей помойки, поэтому, думаю, может быть, я сообщу, какие службы, хотя, куда я буду сообщать, расскажет, мальчик, ты что, мужчина, вы что, больны, знаете, друзья, мы с вами, как потребители, люди, они как потребители, потребляют, гадят, и ничего не делают, ничего не дают взамен, только берем, 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 поэтому, давайте как-то исправляться, я тоже бываю себе нею, но не настолько друзья, чтобы вот так вот, хотя, знаете, наверное, кто-то бросит пачку сигарет, подумает, а она же со временем затеряется, в траве там, перед нее там, разложится, кто-то бутылку, да, так оставит, кто-то там, не знаю, не столько спад угля, да, кто-то покидит какой-то, и вот так вот копится, 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 и потом такая вот помойка, свалка, да, как говорится, с мира помидки уже свитер, да, а здесь, наверное, с одной соринки и куча, и куча мусора, целая свалка, поэтому, друзья, давайте, прежде всего, будем людьми, нормальными людьми, не с миниами, и как-то следить, все-таки мы со своей стране гадим, это даже где-то в гостях, тем более, поэтому давайте будем людьми, друзья, и постараемся, как-то даже где-то увидели мусор, по возможности его уберем, мы сделаем одолжение не этому человеку, который насрал, а прежде всего, повысим немножко свой, наверное, духовный мир, друзья, самоуважение, самооценку, я думаю, так. друзья, давайте, наверное, мусор, пока оставим здесь, мы забираемся в свой, в свои пожитки, да, и пойдем дальше, я пока отключаюсь, как выйду к озеру, я снова буду с вами на связи, на связи, друзья, на связи, поэтому, сослаждаемся природой, не мусорим, стараюсь для вас снимать, видите, мы рано с вами обрадовались, нам еще прилично спускаться, друзья, ну, давайте, я вам покажу, специально, включился, в онлайн режим, не буду так обзывать, и вам что-то показываю, да, говорю, друзья, теперь смотрим, моими глазами, да, моими глазами, поэтому, я жал, в свои пожитки, рюкзак, за спину, за спину, и давайте, я вам покажу, какая тут, почему я так, дышу, наверное, надо бросать, курить, это по-любому, может дышать, в кадре, так не буду, как медведь, наверное, когда за кем-то гонится, я ни за кем не гонюсь, но, как будто, наверное, за мной гонится, такое впечатление, да, только подумаю, вы напишите в комментариях, что, наверное, уже как кто-то за тобой гонится, вот, нет, друзья, сегодня, слава богу, за мной никто не гонится, я просто хочу вам показать всю эту красоту, ветки цепляют мое лицо, это не настолько страшно, так, видите, да, бабочки летают, птички поют, сверчки, стрекоченные друзья, стрекозы летают, очень-очень красиво, но сегодня не очень жарко, видите, вон стрекоза, так, успею я ее снимать, куда-то она села, вот только увидеть бы, куда, вот она, вот она, вот она, друзья, хочу вам показать, стрекоза, видите, чтобы ее не стугнуть, и поближе подснимать, вот она, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, полетела, полетела, давай-давай к нам, к нам поближе, подруга, садись, давай, приземляйся, вертолет, наверное, буду называть вертолет, вот она, никак не можешь себе площадку выбрать для посадки, туда-сюда, туда-сюда, ну вот, наконец-то, приземлилась, давайте я попробую увеличить, получится у меня нет, друзья, где наша стрекоза, пришел рыбу ловить, рыбу, а ловлю стрекоз, так, шмели летают, а где наша стрекоза, друзья, что-то вот она, вот она летает, летает, ну все, я ее извиняюсь, ну, скажем так, просрал, вызывал, стрекоза от нас улетела, друзья, так, днем дальше, наверное, часто, может быть, обижаетесь на меня, может быть, осуждаете как-то, то, что у меня, может, злитесь на вас, это выпешивает, и я в том числе, тем, что у меня очень длинные видеоролики, всегда, ну почти всегда, друзья, просто я столько всего снимаю, что по 20 минут, как большинство видеоблогеров, да, мне это, с удовольствием, не таки, нереально иногда сделать, поэтому, ролики получаются, такие длинные, я не знаю, интересны они или нет, но бывает и часа, полтора, тут будут ролики, которые еще будут длиннее, наверное, как вот, знаете, такой YouTube канал, есть, дорога к фильму, да, наверное, у меня тоже, в какой-то степени, фильм, фильм, вернее, но дорога, не знаю, долгое будет у меня, к известности или нет, чтобы мои фильмы все посмотрели, но думаю, что она будет сложная, долгая, ну и с препятствиями, наверное, как лошадка, буду через них прыгать, еще, кстати, друзья, мне очень близкое творчество одного блогера, я буквально до этого всякую херь, скажем так, снимал ерунду, да, извиняюсь за спону, английский, да, или немецкий, кому как удобнее, и не знал даже, когда у меня канал в YouTube, около года уже, и не знал, вот о чем снимать, ломался я, ломал голову, что снимать, о чем снимать, друзья, смотрите, какая природа красивая, вокруг меня, моя лыбочка в траве запутывается, что снимать, да, о чем снимать, и вот случайно я, да, буквально тем летом, 2019 года, зимой вернее, открался на канал, про этот фильм, там Паша, главное лицо, скажем так, этого канала, YouTube канала, и как на него подсел, поэтому человек такой, он не как большинство блогеров, что-то из себя ставит, строит, да, что-то из себя хочет показать, кстати, один человек сказал, почему я, я друзья не люблю иногда смотреть глаза, вот, давайте я сейчас представлю, что объектив телефона ваши глаза, буду учиться смотреть глаза, рано, давайте обратно к теме вернемся, вот, и мне очень понравился его контент, я ни одного ролика не пропустил, когда у него ролики новые выходили, я, у меня оповещение есть на телефоне, я сразу же, как только мне приходят оповещения с YouTube, я бегом-бегом смотреть даже на работе его, фильмы, скажем так, он всегда говорил, у меня фильмы, друзья, как, наверное, я вот сейчас тоже утверждаю, что у меня не просто длинные ролики, у меня фильмы, но у этого человека, извиняюсь, у меня насморк, могу точно сказать, да, что у него, наверное, фильмы, а я вот с кого воды попил, видите, и у меня насморк, но это не мешает съемке, ну, по крайней мере, буду надеяться, и, видите, я с темы на темы перескакиваю, давайте, переведу до храни, положу свою, видите, прибудочку, сумку, прибуду свою, и, у него даже есть такая цитата, многим известная, каждый человек, жизнь каждого человека достойна фильма, по-моему, как-то так звучит, я думаю, что и моя жизнь достойна фильма, и каждая из вас, вернее, из каждого из вас, жизнь, жизнь, блин, друзья, не могу я правильно, как-то красиво, так сказать, короче, жизнь каждого из вас достойна фильма, друзья, вот, боженька же говорят, когда суд после смерти, да, когда мы все уходим в мир иной, да, суд наверху, да, и там наша жизнь, нам ее проматывают, мы, как говорится, есть такая поговорка, да, вся жизнь перед глазами, вся жизнь пролетает, там, перед смертью, перед глазами, да, и, наверное, вот, если у каждого всю его жизнь взять, нарезочки сделать, получится, у кого-то комедия, у кого-то мелодрама, у кого-то боевик, у кого-то драма, да, друзья, надеюсь, у меня, вы смотрите, да, какие-то отрывки из моей жизни, надеюсь, они лучшие, да, и это фильм. Друзья, подписываемся на канал Павла, канал называется Road to Film, дорога к фильму, канал довольно интересный, я уже полтора года на него подписан, и не собираюсь подписываться, друзья, надеюсь, благодаря моему этому видеоролику у него еще больше будет подписчиков, материал у него очень интересно, он снимал влоги, хотел сказать, снимает, наверное, он сейчас где-то снимает, ведь не зря говорят, смерть это еще не конец, это только начало, поэтому, думаю, его дорога к фильму не оборвалась, она, он трагически погиб, друзья, погуглите, если кому интересно, она не оборвалась, да, а где-то продолжается, не только без нас, поэтому, давайте дружно подписываться на его канал, также комментировать, ставить лайки, чтобы вы в видео выходили в тренды, мне, конечно, далеко от такого подписчика, у меня пока и пару тысяч, вернее, до такого блогера у меня пока и пару тысяч подписчиков нет, но думаю, все впереди, и вы мне поможете тоже такими вот жирными лайками, подпишитесь на меня, расскажете друзьям, что есть такой блогер, Жека, канал, вернее, Жека, вот, она, наверное, с вами пора идти, вот, ну и не забываем про родный фильм, канал Павла, вот, буквально 28-го, сегодня 29-е, пришло мне на YouTube оповещение, то, что на канале Паша новые ролики, вы знаете, друзья, у меня такая дикая паника, адреналина, сердце в пятки, я думаю, неужели он живой, все это был пранк, человек просто хотел набрать миллион подписчиков, у меня такая мечта, миллион подписчиков, пока только, по-моему, 700 тысяч, на данный момент, 750, если быть точным, вот, и он живой, это все просто ради хайпа, потому что шумихи очень много он поднял, вернее, его смерть подняла очень много шумихи, как обычно, когда человек при жизни его мало замечают, когда он ходит, все только о нем и говорят, и я обрадовался, думаю, он живой, захожу на канал, оказывается, видимо, или жена его, целый год, видимо, нашли где-то эти видеомоменты, видеокадры, и сделали полноценные ролики, кстати, очень год, это очень долго, там ролики довольно непродолжительные, наверное, все-таки его жена искала, кто займется продакшеном, сделает полноценные фильмы его, и выложит к нему на канал, он, жена его, в общем, или коллеги по цеху, с кем он работал, близкие, коллеги, может быть, все-таки, спасибо вам большое от моего лица и от лица подписчиков Пашиного канала, и думаю, новых подписчиков, от моих подписчиков, которые тоже перейдут, станут Пашинами, скажем так, верными подписчиками. Друзья, вы знаете, мне недавно моя матушка снялась, и такой сон был, такой реальный, довольно-таки реальный сон, я даже немного так испугался, с утра проснулся, даже нано обрадовался больше, подумал, то, что она жива, побежал на кухню, но ее, к сожалению, нет, не стало, вернее, четыре года назад, почти, на 30 января ее не стало, она попала под поезд, друзья. Снизу мне сон, вот матушка моя и говорит, Женя, я знаю, тебе тяжело, узнать, настолько я уже устал идти, и у меня на такие темы желания особого нет говорить, ну ладно, надо все-таки, наверное, чтобы вы это увидели, уже солнышко спрятано, небо на меня ругается, то, что я такие темы тут завожу, ну ладно, друзья, и она мне снится, говорит, я вот так вспоминаю, хочу для вас более, так все это, чтобы это интересно было донести, у меня от этого памяти все, в принципе, говорит, Женя, я знаю, тебе тяжело, ну типа, держись, сын, держись, вы знаете, я до этого думал, что они, все-таки, ушел человек жизни, и все, его нет, его не стало, он как компост перегнил в земле, да, в могиле, и все, превратился в удобрение для цветочков, да, на могилке, да, но теперь я думаю, что все-таки, что-то есть, наверное, какая-то жизнь, вернее, не жизнь, а продолжение жизни, после смерти, да, какая-то другая жизнь, смерть, наверное, как вот говорят, да, есть такие люди, смерть, это не конец, это только начало, если бы я думаю, она мне как-то по-другому приснилась, вернее, приснилась мне на кухню что-то готовить, да, она любила готовить, или где-то там на огороде, или просто где-то в квартире, да, у нас квартира в Москве, то это одно, да, она мне приснилась, друзья, видите, как она приснилась, то есть, совершенно иначе, сказала, что мне правда, друзья, все-таки тяжело, это мои проблемы, как говорят, мужик не должен жаловаться на жизнь, да, я мужчина, я все смогу, как говорится, Бог мне дает больше испытаний, чем мы выдержим, выдержим, да, поэтому я думаю, я все, друзья, выдержу, ну, немножко лайков по таких вот жирных комментариях, я думаю, мне еще легче будет шагать по жизни, да, особенно, если вы будете подписываться активно на мой канал, я буду знать, что все это я делаю, снимаю, не зря, укладываю, да, посмотрите, какая красота, посмотрите, какая красота, друзья, видите, да, как красиво, поэтому думаю, что она мне не просто так приснилась, матушка моя, она все видит, что у меня в жизни происходит, не зря же я на последнюю свою вахту, друзья, попал, у меня прямо объект напротив храма, Николая Чудотворца, даже вот, заметьте, чудотворец, он чудеса делает, творит, и я думаю, это чудо не просто так произошло, но вы видели, я видеоролики снимал, и территорию всю вокруг этого храма, и птицу-сокол, на самом деле, это коршун, я просто неправильно, я птицах не очень нельзя разбираюсь, но потом женщина сказала староста этого храма, что это коршун, а не сокол, я потом сам это понял, посмотрел на ютубе птицы, да, сокол немножко поменьше и немножко другой, друзья, ну вот мы уже подходим к озеру, прудику, такие вот березы здесь видите, да, можете наблюдать, давайте я помедленнее, а то и беру, беруем рыбы, хочу наловить для вас, для себя в том числе тоже на углях рыбки пожарить или супчику сварить, вкусненького рыбного, такая вот дорога, дорога к фильму, друзья, скажем так, обзовем дорогой к фильму, потому что у Паши свой фильм был, а у меня свой, поэтому, думаю, ничуть не хуже получится, но опять же, на суд зрителей, мои зрители, как говорится, мои судьи и зрители, такая вот, друзья, красотень, здесь видите, да, сейчас я, кстати, надо было здесь поснимать, хотя там мы с вами тоже мусора захватили, так, такое вот видите, да, прудик, так, сейчас я попробую увеличить, ну вот, прудик, видите, да, люди купаются, загорают, детишек много, друзья, видите, да, какая красота, в городе-то, конечно, не везде такое есть, люди катаются, сейчас я вам поближе покажу, катаются, видите, на катамаранах, друзья, мы подходим уже к озеру, я снимал уже здесь когда-то, вот это вот дерево, по которому, видимо, ударила молния, молния, так вот, видите, как, давайте подальше подойдем, чтобы видно было, сильно, оно, прям, стукнуло в дерево, поэтому не стойте в грозу, под деревьями, я вам это говорил в одном из своих самых первых роликов, когда я здесь снимал, показывал вам это место, это дерево, что лучше где-то прячьтесь вдали от деревьев, под деревом стоять нельзя, опасно для жизни, как можете наблюдать, давайте ванну поближе, чтобы вы ощутили всю опасность, видите, как полдерева просто сгорело, сломалось, и какой силы должен быть удар, чтобы вот так вот дерево, бедное дерево, короче, друзья, пойдемте дальше, друзья, давайте, давайте распаковываться, да я для ютуба хочу снять, что я поймаю, не поймаю, тут свободно место, да, вы может это ловите, там что-то, нет? нет, нет, друзья, вот такие опарыши взял, сейчас откроем баночку, такие вот они еще живые, даже, шевелятся, бедняги, скоро будут чьим-то кормом, какую-нибудь рыбу, если что-нибудь поймаю, решетка, будем жарить мясо, че сеть-то, сожжете ее, да, сеть, по-моему, по-моему, она зачем, она не ваша же, да, просто так каждый будет приходить, сеть кидать, если каждый так будет, сеть приходить, кидать, ну, блин, а ты думаешь, тут вывалят, за хуя? нет, блин, друзья, эту сеть нашли, вот, кто-то здесь сеть кидал, а, как известно, сейчас, нельзя ждать по закону, я что, и не кидал, да, я не прав, вас, я же вас это, не увидел, это бы, это не светит, не, я ни при чем, я ее и ставить не могу, я вас не снимаю, не бойтесь, я же не видел, что вы ее забрали, если бы я видел, что вы ее кидаете, я тебя поснял бы, не видел, вот, поэтому, мы за справедливость с вами, да, не надо, раз, раз, когда днадзор будет и заебет, не надо ни хуя, не кидал бы и никуда, почему, потому что гонять, тогда и судочками, подозревать будут, а у вас тут может и сеть, и стоять, не надо, не делай, подозревать, я тоже с лещами поснимаю, не надо, не снимай, чтобы завтра будет, пиздец, что-то, а с удочками придет, даже, блядь, будут туда, за сундочками навряд ли, за кустовы глядь, у меня, улочка сети нету еще, они сказали, ищите, где у меня сеть, и как они, что на меня сделают, просто хочу для себя, друзья, вот такой вот здесь мусор, все здесь, загажено тоже, все загадили, кто-то костер сжег, не, а? Не-не-не, если меня просит человек, если все нормально, как бы, зачем мне это, не надо, вот это вот, здесь мы будем, разжигать с вами костер, жарить котлеты, такой вот, здесь, срачник, друзья, вот такая вот, сетка здесь, видите, на ветках, кто-то, проканьерил, вот это, как лучше видно, вот видите, сетка, друзья, давайте закинем потловок, удочку, потловок, как правильно, я не знаю, пишите в комментариях, что правильно говорить, когда закидываешь, потловок или удочку, наверное, и то, и другое, и, он уже клюет, клюет, видите, уже клюет, может быть, с вами что-то и поймаем, сегодня, друзья, крючок поменьше взял, троечка, тоже дает у меня пятерочка, да, пробуем, эх, лучше так, если удобно закинывать, много веток, видите, сколько веток, прямо над головой, я не попробую, что-то поймать, немножко подмотаем, будет клевать или нет, там какой-то мальчик с мамой, видите, женщина плавает на дымом матрасе, и мальчик пытается прыгнуть, и маме говорит, мама, мама, он плывет к нему, поплылок клюет, вернее, рыба клюет, поплылок дергается, смотрите, видите, да, друзья, меня немножко подкормили, видите, хлеба я покидал, вот, кусочки хлеба, вернее, кусочек хлеба, пол кусочка я скушал, если не шутит, то, я немного подкормил хлебом, и, мы ждем теперь поклева, поймаем мы что-нибудь или нет, сегодня, видите, как красиво, облака, как зеркале, небо, небо на воде, друзья, всякие паучки, жучки, видите, воде прыгают, вот это вот, небо на воде, наверно, я недалеко закинул поплавок, вот, чтоб вам было видно, вот это вот, вся красота, друзья, давайте перекинем немножко подальше, так, давайте восемь, давайте восемь, давайте простоHeat, видите, видите, давайте водим, давай, давай, лови, Hospice, большая та маленькая, большая, м да, 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 Так, подсекать я думаю не рано пока, сейчас положит такой вот, пишите в комментариях, когда будет подсекание. Друзья, смотрите, ящерка по моему рюкзаку, какое чудо, да? Смотрите, она походу не против познакомиться. Вот такие в лесе обитаются здания, она куда-то убежала, бежит, 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 все. Вот она убежала. Сейчас он бежал на бюрзак, поскольку он камуфляжный. Я думал, что он права. Нет, друзья, убежала. Друзья, вот я пока одну только поймал рыбу за три часа. Смотрите, вот такая рыбина. Я ее поймаю, если смогу. Такая вот рыбеха. Вот человек тоже сидит, тоже ловит рыбу. И получается, да? Да, и получается, друзья, смотрите. Мы пришли приблизительно в одинаковое время. Сколько человек... Можно я поснимаю рыбу? Давай-давай, снимай. Вот. Видите, сколько здесь штук? Ну, 120-30. А как зовут? Анатолий. Очень приятно. А тебя? Меня, Евгений. Очень приятно. Канал Жека. Вот, друзья, Анатолий зовет. Вот тоже ловит на топорыша. Ну, много. Что значит мастерство? Как говорится, не пропьешь, да? Его не пропьешь. Вот. И видите, вот как эстафеты сели в одинаковое время. Но человек, видите, сколько наловил? Тут, наверное, штук 30, да? Или 40. Да. А у меня всего лишь пократненько одна рыбина. Вот такая, да? У меня, ну да, поменьше даже. Поменьше. Сибилёк. Сибилёк называется? Такой, друзья, Сибилёк. У меня всего лишь одна пока. В итоге вот мне человек сказал, что у меня такой лох неправильный. Я поменял такой лох и сразу пошел к лёд. Видите, как всегда. Опыт. Вот. Хотя я с детства лодлю, но я редко развод. На новом лодлю у меня так и есть. А почему на новом? Нет, ну ты. Ты на новом. А, ну. Не, я был там рядом. Леску. Удочку. Атоньку. И тётик. Тельдецкая здесь тоже была. Но, моё мастерство куда-то испарилось. Поэтому ржавей не туда. А там она уже мертвая, да? Уже всё задыхает. Да. Ладно, Анатолий, спасибо. Не буду я. Удачи. Вам тоже. Удачи. Не хвоста, не чешуи, как говорят. А? Не хвоста, не чешуи. Это для наших зрителей перевести это как? Это полгода такая. Удачи не надо говорить в рыболовке. Аааа. Значит не поймаешь. Надо говорить не хвоста, не чешуи. А, всё. Не хвоста, не чешуи? Да. Всё. Давайте тогда Анатолий пожелаем. Я не буду удачи желать. Пойдёмте, наверное, ловить дальше рыбу. Друзья, у меня полные штаны счастья. Я поймал ещё одну вот рыбу. Вернее, одну. Уже, наверное, штук 15-20. Можете посмотреть. Сейчас я кину её туда. Бидончик. Я пока не считал сколько. Где-то штук 15. Может быть, 18. Я не могу постоянно снимать, потому что у меня садится аккумулятор. Нам ещё надо котлеты пожарить. Поэтому давайте пока не будем особо много снимать. Друзья, вот такая вот рыба маленькая, малюсенькая. Похожа на селёдку. Начнём, в принципе, можно сделать жаркое на решётке или супчик прикольный сварить. Так что пишем в комментариях, что мы приготовили с этой рыбы. Какое блюдо, я имею ввиду. Вот она. Отпускать мы её не будем, потому что у меня такая судьба сегодня. Если б это было вчера или, может быть, завтра, я её и отпустил. Сегодня я хочу наловить полный бидон рыбы, друзья. Много-много-много полный бидон. Друзья, вот такая вот красота. Уже 8 вечера, почти, без 15, 8. Там он кто-то тоже ловит рыбу. Такое вот небо, какого-то мака. Их почти нет. Плескается рыба по воде. Слышите, да? Может быть, вам видно. Мужичок. Не знаю, видно, нет ловит, как я на днях ловил на лесную щуку. Вон он, видите, да? Тоже на лесу. Друзья, вроде бы клюёт. Знаю одно. Я сегодня с голоду не умру. Это во мне Москва. Суровая Москва. Здесь можно наловить немного рыбки. Пусть даже такой, поскольку рыбак с меня не очень хороший. Но даже такой вот мелкой рыбки можно наловить и что-то сварганить себе на ужин или на обед. Но завтра-то, я думаю, вряд ли кто завтракает рыбой. Хотя, наверное, есть такие уменьки. Вот попылок. Видите, какая рыба, наверняка крупная. Плескается, пускает волны. А мы сейчас с вами ловим обычную. Надо заряды ещё оставить на шашлык, на барбекю, скажем так. У меня жалко, я не смог вам весь процесс заснять. Сколько я наловил, я могу только показать. Кто вправе мне верить или не верить, это ваше дело. Пишем в комментариях, моя это рыба или нет. Ну, или она сама ко мне в бетон запрыгнула. Или мне её кто-то подарил или прода. Но, как видите, я стою с удочкой. Дергается попылок. Что-то сейчас, думаю, ещё поймаю. Снова что-то вытащу. Хотелось бы, конечно, рыбу-кит. Или хотя бы какую-нибудь карпика. Но, наверное, обойдёмся этой маленькой. Вон, друзья, присяду на бедон со своей рыбой. Видите, сколько у меня теперь рыбы сегодня будет. Так, вот я вам покажу. Некоторые уже задохнулось. Так как я уже здесь часа четыре сижу. Какая-то живая. Какая-то живая. Друзья, у меня есть такой вот хлеб. Там вилка в хлебе лежит. Давайте подкормим нашу рыбу. Так вот мягкий хлеб. Давайте сами поедем. И подкормим рыбу. Хреб очень вкусный, мягкий. Но, мои друзья, рыбе он тоже понравился. Ну, давайте рыбу тоже подкормим нашим с вами хлебом. С набитым ртом не очень удобно разговаривать. Поэтому давайте кормить рыбу лучше. Друзья, жалко, у меня оператора нет. Неудобно одной рукой всё делать, другой снимать. Давайте покидаем. Видите, я кинул хлеб. Подкормим рыбёшку. Видите, она. Хоп. Хоп. Вот, друзья, у меня что-то там клюёт. Что-то у меня клюёт. Дай, блин. Друзья, вон кто-то плавает. Видите, да? Кто-то плавёт через прудик этот. Через озеро, друзья. Ничего-то наша рыба не клюёт совсем. Нам сейчас её распугают окончательно. Нашу рыбу. Вон кто-то решил переплыть у озера. Мы пожелаем ему удачного плавания. Попутного ветра. Мы с вами продолжим наблюдать. Да-па-па-па-пам. Я его жизнь буду потерял. На улице довольно спело, друзья. На небе уже луна проглядывается. Это не солнце, это луна. Такая вот красота. Тихо, спокойно. На свежем воздухе с удочкой в руках. Удочка. Поплывок почти не дёргается, видимо. И сегодня уже нам хватит ловить рыбу, друзья. Друзья, вот так вот я сижу и думаю, жарить эти отбивные скажем так или нет. Примерно давайте пожарим. Не зря же мы их столько тащили сюда. Друзья, вот я в такой небольшой костер. Пока что он маленький у нас с вами. Нашел опилки древесные. Такие щепки. Он сейчас разгорится. Немного соломы. Друзья, поджигатель из меня никакой. Хотя когда-то я этим любил заниматься в детстве. и получалось довольно неплохо. Вот это вот вишневое поленье. Это рыба наша с вами. Ее уже не видно, наверное, да? А уже все мертвое. Умерла наша рыба с вами. Такой вот вид. Можете наблюдать. Замечательный. И наш с вами костер, который не хочет давить. Пойдемте возьмем бумаги. Может найдем какой-нибудь мусор. Видите, с одной стороны это плохо, а с другой хорошо, что есть мусор. Можно его использовать. Какие-то какие-то полфеты, друзья. Видите, да? Пойдемте. Какого? Щепки. Нам тоже, друзья, пригодятся. Тут, видимо, баловался тоже. Знающий человек. Разжигал. И немножко коры. Боюсь, что я без вас, друзья, котлеты поел. Вся эта аккумулятор. И вы не увидите, как я аппетитно кушаю. Наш с вами костер, в кавычках. Вот так. Немножко щепок положил. Древесных щепочек сюда. Друзья, и вот такие вот Russian Zipo спички. Боюсь, сегодня без вас будут котлеты есть. Белые. Я взял даже, видите, решетку. На ней я курицу делал. Вы могли видеть видео в другом видеоролике. А цыпленка-то пока я делал. Все вроде бы горит. Пока отключаюсь, друзья. Пусть разгорается. Тогда приготовлю. Покажу, что получилось. Такая вот красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова